Мост через реку Кандала в Старомаинском районе – один из главных инфраструктурных объектов для местных. Через него проходит школьный маршрут, а жители села Малая Кандала могут добраться до старшего брата – Большой Кандалы, где многие работают, а также находится фельдшерско-акушерский пункт. Но переправа, которую построили еще в 1989 году, с таким наплывом машин справляться перестала. На данный момент производится работа по армированию шкафных стенок, замена потерянных блоков и лежений. Ранее был произведен подъем балок пролетных строений. Готовность с правой стороны моста составляет 45%. Все материалы имеются в наличии. Рабочие занимаются армированием конструкции на опорах и ремонтируют балки. В соседнем татарском Урайкино, также Старомаинского района, мост построен в том же году. За время эксплуатации на переправе появились значительные дефекты. К тому же по мосту ездят школьники и подвозят продукты. Завершаются работы по второй очереди. Далее у нас устройство асфальтобетонного покрытия, завершение работ по водоотводу, устройство освещения, благоустройство территории. Готовность переправы 57%. Рабочие готовятся бетонировать деформационный шов третьей опоры. Подрядчики отмечают, что со всем справятся вовремя. В целом с подрядными организациями встретились, проговорили все нюансы. Работы у нас ведутся в графике. Я думаю, что с приезжением на две недели мы эти объекты сдадим. Либо конец сентября, либо начало октября текущего года эти объекты будут введены в эксплуатацию. В целом по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние приведут 10 искусственных сооружений. Это переправы в Николаевском, Радищевском, Корсунском, Павловском и Меликесском районах. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Продолжение следует...